Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Обзорщик. Фирма TP-Link выпустила гигабитный сетевой адаптер TJ3468. Это высокопродуктивное устройство, разработанное для архитектуры шины PCI, позволяет принимать и передавать байтовые пакеты информации, преобразовывать их в удобочитаемую форму для операционной системы, установленной на компьютере. Данное устройство реализовано на базе контроллера производителя Realtek RTL8168H, сочетающего в себе трехскоростные носители, совместимые со стандартом, устанавливающим общие правила по передаче данных в локальных сетях. Для гальванической развязки микросхемы приема передатчика от сети Ethernet применен импульсный трансформатор D20702J. Адаптер ATP-Link TJ3468 создавался для апгрейда вашей сети. Контроллер можно вставить в шину PCI-X1, X4, X8 и X16. В устройстве реализован алгоритм определения максимальной скорости для работы с улучшенной производительностью. Еще одной особенностью платы является то, что при присоединении к устройству кроссоверного, то есть перекрестного кабеля для подключения компьютеров напрямую, или обычного кабеля. Сетевая карта сама определит его тип. В сетевом контроллере реализована технология Flow Control, которая позволяет управлять потоком передачи данных в компьютерных сетях благодаря механизму, который притормаживает передатчик данных при неготовности приемника, тем самым снижая потери информации и обеспечивает сохранность данных. Для минимализации потребления устройством энергии имеется опция энергосбережения платы. Одной из самых интересных функций сетевого адаптера является технология Wake Online. Благодаря ей можно удаленно включить компьютер при помощи специальной последовательности байтов, пакетов данных путем их отправки через локальную сеть. Давайте откроем коробку и посмотрим комплектацию сетевого адаптера. В комплект подставки сетевого адаптера входит аж две инструкции по быстрой установке с подробным описанием процесса инсталляции. Руководство по безопасному использованию адаптера. Гарантийный талон на устройство. Драйвера на установочном диске. Диск формата мини. Низкопрофильная планка для установки адаптера в маленькие корпусы, которая крепится двумя винтами к плате адаптера. И собственно сам сетевой адаптер TJ3468, упакованный в антистатический пакет. Адаптер имеет стандартное исполнение. Токопроводящие дорожки на печатной плате без мятин, царапин и трещин. СМД компоненты припаяны ровно, с равномерным распределением припоев на контактных поверхностях. Вся площадь монтажной платы равномерно покрыта зеленым лаком, для исключения проникновения влаги в материал. И в то же время такая технология защиты придает ей законченный вид. Монтажная планка. Изготовлена из толстого металла. И надежно закреплена на плате при помощи двух винтов. Планку при необходимости можно поменять на низкопрофильную. Благодаря такой замене сетевой контроллер можно устанавливать в корпусы маленьких размеров. На планке имеется светодиод индикации. Работа адаптера и порт RJ45 для подключения Ethernet патч-корта категории 5.5e. Я приобрел свежий вариант сетевой карты версии 4.0. Которая отличается от версии 3.0 тем, что в версии 4.0 на крепежной планке имеется один светодиод, индицирующий состояние устройства, статус. Место трех, как версии 3.0. Адаптер поддерживает все новые стандарты проводной передачи данных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сетевая карта фирмы TP-Link TJ3468 достойно показала себя в тестах. Адаптер от TP-Link порадовал качеством сборки. Производитель предусмотрел монтажную планку для установки сетевой карты маленькие корпусы. Процесс установки сетевой карты не требует специальных знаний и навыков. Все очень просто... Как раз, два, три... Распаковал адаптер, вставил его в слот шины PCI, установил драйвера, идущие на диске, или которые можно скачать с сети интернет с официального сайта производителя, и наслаждаясь работой. Плата не нуждается в настройке. Скорость работы сетевого адаптера на высоте не могут не радовать низкие значения пинга. В целом, это отличное приобретение для рядового пользователя, который может модернизировать старые материнские платы, вдохнуть в них новую жизнь, благодаря установке современного высокоскоростного гигабитного контроллера. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч.